Дворцы культуры Тольятти Азота 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 В концертной программе прозвучали традиционные композиции так называемого новоорлеанского стиля мелодии известных советских композиторов в джазовой обработке и не стареющий классика жанра Дикселент завершил свое выступление известной композицией «Когда святые маршируют». Немножко люблю джаз, немножко знаю этот коллектив, но вообще нас пригласили, можно сказать, на этот концерт, поэтому я очень довольна и невероятный такой всплеск эмоций, очень хороший концерт, мне понравился. Отдыхаю душой, понимаю, что мне это очень действительно нравится, просто получать удовольствие от процесса, конечно же, не имею огромного бэкграунда, скажем, такого культурного, не в теме музыки, но душа отдыхает. С русской приправой, скажем так, с русским характером, но в религии с русским характером, что может быть интереснее. Решил посмотреть на музыкантов, я на этой музыке воспитывался, у меня было очень много дисков этого коллектива. Ну, живьем доехали до нашего города, посмотрели. Конечно, хотелось бы посмотреть батриарха Бориса Вершова, но говорят, что он очень, ну, достаточно пожилой, и в филармонии даже не играет уже, но послушал хорошую музыку, все замечательно. По традиции организаторы проекта провели розыгрыш зрительских анкет, и трое победителей получили подарки от Тольятти Азота. А музыканты ленинградского диксиленда после выступления общались со зрителями и почитателями джаза, раздавали многочисленные автографы и фотографировались с поклонниками. Организаторы стипендиальной программы «Импульс» приглашают тольяттинцев посетить концерты благотворительного проекта. Впереди нас ждут встречи со знаменитыми музыкантами и интересными исполнителями. «Импульс» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова